Друзья, всем привет! Я к вам спешу, ну просто с шикарным сюжетом на тему автомобилей. Вот смотрите, в нашей стране ситуация на рынке становится все печальнее и печальнее. Я регулярно, каждый месяц, из дома снимаю сюжет о ситуации на рынке. Но сидеть дома это одно. Я подумал, надо выбираться на места. И прямо сейчас я нахожусь на одной интересной площадочке, где люди продают автомобили из наличия новые. Вот смысл этого ролика ключевой, показать вам в деталях, как меняется рынок, как сегодня нынче выглядит офис, какие машины привозят, какие машины не привозят и почему. Как вас могут обмануть, когда вы покупаете автомобиль, привезенный из Казахстана. Короче, этот ролик просто будет кладезь по информации. Тайм-коды в описании, но я вам рекомендую выделить время, налить чашечку чая и посмотреть его от начала и до конца. Приятного просмотра! Знакомьтесь, друзья, Александр, владелец автосалона. Вот смотрите, вот сейчас прям начинается изюминка. На нашем фоне офис автосалончика, куда можно прийти, подписать документы и уехать на новой машине. Сань, вот я тебе сразу об этом сказал, что еще год, не знаю, два года назад подобные места ассоциировались, ну, честно говоря, с жуликами. Приезжаешь, там машина стоит за миллион рублей, Land Cruiser, там трехсотый, ну, условно. А потом тебе говорят 12, 15, 100 миллионов. Ну, вы понимаете, о чем я. Но на сегодняшний день ситуация на рынке пошла вообще от обратного. И сегодня в таких местах, ребята, машины покупают официальные дилеры у вас, насколько я знаю. Забирают у вас, перепродаются на оценку в 2 миллиона. Есть такое? Все поменялось, да. Меня зовут Александр. Я занимаюсь 12 лет автобизнесом. В основном все 11 лет я занимался автомобилями с пробегом. Вот, поскольку изменилась ситуация в последний год, пошел высокий спрос на новые автомобили, в которых нет наличия официальных дилеров. Мы посмотрели, как это возможно прозрачно привезти, доставить машину сюда и собрать весь пакет документов. И была приемлемая стоимость. В связи с этим мы стали этим заниматься, потому что люди стали спрашивать. Разные автомобили. Мы начали заниматься в конце марта. Первая машина у нас была в конце марта. Пробный вариант, сложный. Мы его прокатывали, смотрели, какие могли быть подводные камни. Но, тем не менее, мы это сделали. Сань, слушай, у меня к тебе просьба. Давай сегодня выстроим наш сейчас диалог так, чтобы у нас все было поэтапно. В первую очередь я предлагаю пойти к вам в офис, чтобы люди просто по-живому видели, понимали, что такое сегодня офис. Раз. Дальше мы пройдемся по вашей площадке, посмотрим, какие машины есть, сколько они стоят. И здесь же ты уже расскажешь людям, с какими подводными камнями могут столкнуться. Там на аналогичных площадках, если повез сам, если купил машину из Казахстана по очень низкой цене, но вторичку, что его может ожидать, какие документы должны быть. Короче, чтобы людям было это интересно и полезно посмотреть. Приглашаю гостя. Во, все, ребята, пойдемте, пойдемте, пойдемте. Раз-раз хочу дать несколько комментариев. Вот прямо сейчас вы увидите сюжет, который покажет вам, к чему приводят, когда люди оперативно адаптируются под ситуацию на рынке. Пока дилеры сидели и ждали от своих производителей, что они скажут, ну все, мы продолжаем производство, мы продолжаем поставки. Некоторые начали делать акцент именно на привоз автомобилей и продажу их из наличия. Напомню, что мы занимаемся привозом автомобилей. Если вам нужна машина под заказ из-за бугра, пожалуйста, все контакты есть на экране, смело обращайтесь. Александр и его команда, они сделали иначе. Они привозят машины, выставляют их и потом говорят вам, приезжайте, покупайте, они есть у нас в наличии. И к ним в огромном количестве, в том числе, приходят официальные дилеры, чтобы купить и перепродать машину. Об этом мы сегодня тоже поговорим. Чуть позже я вас познакомлю с маленькой рекламной интеграцией, но слушайте внимательно, потому что информация, как мне кажется, очень полезная. Друзья, вот так выглядит. Добро пожаловать, пойдемте. Расскажи, пожалуйста, у тебя получается на втором этаже, мы сейчас зайдем, там офис по продаже новых автомобилей. Раз. На первом этаже офис по продаже автомобилей с пробегом два. У вас здесь есть площадка, ну так называемые машины места, где стоят машины, да, новые. И что еще у вас есть? У нас есть еще машины места на подземном паркинге, сейчас, чтобы людям было удобно. Друзья, по-живому все, без прикрас. Заходим, шины стоят, атмосферка, знаешь, вот когда шины такой-то резиной пахнут, оно прям сразу тачки, 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 ассоциация. Здрасте всем. Вот наши рабочие места. Ребята, мы вас отвлекать не будем, мы так просто показать, что вот, вот, ребята, как строится бизнес в России, когда дилеры, вот они сидят такие, о, машин нету, все ждали, что завтра будет лучше, чем сегодня. И вот народ потихонечку берет их за горло и выжимает. Короче, сегодня много чего интересного расскажем, ну пойдем на второй этаж еще покажем офис, где покупают новые автомобили. То бишь, видите, тоже ребята разделили два помещения. Первый этаж, вторичка, второй этаж, получается, новые тачки. Помню, раньше ездил по салонам, когда, например, Лада, которая стоит, ну, к примеру, миллион рублей, а в интернете 400 тысяч приезжаешь, такие похожие были места. Но тогда сразу был весь обман, заключался в том, что сходу начинали говорить, да, 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 продадим тебе ее за 400, но только возьми кредит, там будет плюс миллион, стандартная история. Ну а сегодня, это знаете, как такой некий откат, получается, произошел назад, что вот частеньки теперь залетают и делают уже свой бизнес. Значит, здесь я уже был, тут лежит мой портфельчик. Что из себя представляет офис, небольшое помещение. Кто у тебя здесь вообще есть? У меня здесь есть менеджер по продажам. Так, это по новым, да, машинам? По новым машинам, да. И еще один менеджер по продажам. И здесь сижу я непосредственно. Здесь мы заключаем договор купли-продажи, показываем все документы, рассказываем о всех нюансах. То бишь, смотри, сюда, получается, приходит человек, такой, здрасте, я хочу купить новую машину, там, не знаю, там, за 10 миллионов рублей. Да. Присаживается на диванчик, да? Друзья, вот так садится, ногу на ногу кладут, нет? По-разному бывает. Чай, кофе, все есть, конфеты, как бы, все это дело предлагается. Давай здесь затронем очень важный момент. Смотри, с точки зрения продажи, ну, понятное дело, что у вас есть юрлицо, вы это продаете не как частники, правильно, не как физлица. Мы продаем и как физлица, и как юрлица, машины завозим по-разному. Да, вариантов есть, можно купить в лизинг машину, можно купить на ООО, соответственно, можно купить на физлицо. Варианты разные. Саш, вот, будучи в офисе, давай начнем, в первую очередь, с документов. Потому что, ребята, прежде чем эти тачки смотреть, вот просто вам первый совет важный. Когда вы покупаете машину, неважно, откуда привезенную, даже если это машина, там, отчастника, которая была куплена в России, самое первое, с чего нужно начинать, это проверка документов. Какая бы она, там, крутая не была, какая она бы, там, в каком состоянии бы она не была, если документы с машиной фуфло, фуфло, то и покупать ее не нужно. Вот, приведи нам пример, что должно быть у человека на руках, когда он покупает машину, например, там, привезенную из Арабских Эмиратов. Едет у тебя? Да, конечно, сейчас. Все хотят по правильному, по честному, по закону, чтобы не было никаких потом вопросов. Вот, ребята, запоминаете, вот такая кипа документов у вас должна быть на руках, когда вы покупаете автомобиль из наличия, который привезен из другой страны. Сань, вот прокомментируй, пожалуйста, что здесь идет, почему это должно быть. Рассказываю на примере автомобиля, который привезен из Казахстана. Что должно быть? С чего мы начинаем? Мы начинаем знакомиться с автосалоном. Он предоставляет нам свои данные. Берем декларацию таможенную из автосалона на определенный автомобиль, который здесь помечен. Раз. Раз. Потом, второй документ, то, что автосалон заплатил утилизационный сбор за этот автомобиль, что таможенное очищение прошло. Два. Дальше. Мы, соответственно, покупаем эту машину в автосалоне на Казаха. У нас должен быть договор купли-продажи между автосалоном и Казахом, потому что на россиянина не продают автомобиль. Это тоже важно. На Казаха делаем акцент. Сами вы на себя, естественно, не купите. Да. Соответственно, потом он едет, ставит машину на учет и снимает машину с учета. О чем выдается вот эта справка, что машина снята с учета. Вот здесь убытие на РФ. И вот такая вот СТС-ка должна быть с отверстием. Пробитая штучка. Да. Пробитая штучка говорит о том, что машина снята с учета. При наличии справки пробитой штучки. Потом мы делаем договор купли-продажи между Казахом и физлицом россиянина. Вот он. Вот так вот выглядит. Пожалуйста. Дальше двигаемся. Дальше. Мы это все... Потом мы еще получаем у дилера вот такой вот документ. Это говорит о том, что автомобиль для Российской Федерации. На него не надо делать СБКТС. Здесь полные данные об техническом описании автомобиля. Какой двигатель, какая коробка, какая рулевая рейка, сколько посадочных мест, лошадиной силы и так далее и тому подобное. Соответственно, мы этот автомобиль приобрели в Казахстане. Это вот документы, да? То, что Казахстан. Все, подготовлено. Подготовлено, да. Купили автомобиль, дальше ставим на автовоз или на эвакуатор, везем в Россию. Следующий. Мы весь вот этот комплект документов отдаем в лабораторию вместе с автомобилем. Показываем. Его снимают со всех сторон. Фото, видео, встречают номера, ВИН-номера, номер двигателя, соответствие. А лаборатория где находится? Лаборатория их несколько. Чехов, Москва есть. Их очень много. Показываем вот этот документ, что машина сертифицированная, что она проходит все стандарты. На основании вот этих документов лаборатория нам выдает электронный ПТС, выписку так называемую. И у нее статус... Обратите внимание, да. ...не завершенный. У многих такое бывает, когда машину продают с площадок. После чего мы с этим комплектом документов и с этой выпиской мы идем в таможню. Оплачиваем утилизационный сбор. Дальше, когда мы оплатили утилизационный сбор, нам дают ТПО. Такой таможенный приходный ордер. Когда нам это все выдали, мы должны об этом сообщить в систему электронных паспортов. Что у нас машина прошла таможенное очищение для Российской Федерации. После всего этого у нас ПТС становится действующим. Вот с этим набором документов можно уже автомобиль ставить на учет. Если чего-то не будет хватать, автомобиль не встанет на учет. Вот здесь хочу важный момент еще сделать, друзья. Вот обратите внимание, что изначально многим говорят, что вы владеете автомобилем на основании договора купли-продажи. Но паспорт транспортного средства это очень важно. В силу того, что он сейчас стал электронным, многие люди, как у официальных дилеров, так и на стороне, не заморачиваются вот с этим. Купил машину и поехал. Но в вашем случае, если мы сейчас как раз рассматриваем ситуацию, как купить машину правильно, подобного рода привезенную, то вы перерегистрируете, как правильно это сформулировать, передаете права на новый автомобиль новому владельцу. То есть он потом получает в выписке уже свою фамилию, и когда он забивает, он уже видит себя как владельца. На третьем листике. Вот, на третьем. Сейчас в данном случае вписан лично я. То есть вот так вот должен и потом будет моя фамилия, когда я покупаю машину, например, у вас. В течение пяти минут это делается. Вот, вот. Это на самом деле очень важно. Это делается в течение пяти минут, но если этого не сделать сразу, то это там целый геморрой. Так, есть. Если вы не переведете ПТС на себя, с чего вы можете столкнуться, если вы захотите новый автомобиль застраховать по КАСКО, они обязательно спрашивают, чтобы новый собственник был вписан в ПТС. Если он не вписан, а в страховке отказывают. Именно по КАСКО. Не по ОСАГО. Так, дальше идем. Что у нас еще осталось? Два листа пока. Дальше. Когда покупается автомобиль у официального дилера в Казахстане, все автомобили оснащены ГЛОНАССом. Об этом нам дают выписку. Мы с этой выпиской предоставляем ее, идем в ГИБДД, что у нас есть система ГЛОНАСС. Это очень важный момент. Слушай, а я слышал то, что ГЛОНАСС какое-то время назад отменили, что можно его не ставить на машины завезенные. Ну, в целом, потом, как говорят, что к этому вернется. Когда закончится дефицит этих кнопок ГЛОНАСС, потом заставят доосначать. Я предлагаю делать это сразу. Так, раз. Все. И вот у нас должен быть полный комплект ключей. Где-то их два, где-то их три. Слушай, а как здесь три получается? Раз, два, понятно. А это что за ключ? А это карточка, смарт-ключ так называемый. Ну, Лексус, ребята, Лексус РХ450? Да, гибрид. Сколько такая стоит? 8 миллионов рублей. Она сейчас стоит на площадке? Она стоит сейчас на площадке. Глянем, ребят. И получается, вот это что у нас последнее? Это у нас последний документ от официального дилера, что он имеет право продавать эти автомобили. Это тоже очень важно. Ну, и сюда так подозреваю, что еще должен быть договор купли-продажи, условно, между мной и тобой. Да. Как бы мы заключаемся, еще сюда падает бумажка. Еще сюда падает бумажка. Вот ты мне скажи, процесс по времени сколько занимает? Вот первое число, неважно какого месяца, покупаешь ты этот Лексус в Казахстане. Так. Вот сколько времени проходит от и до, чтобы машина стояла здесь с полным подкомплектом документов? Ориентировочно 30 дней. Месяц? Месяц. Но это когда ты уже знаешь все этапы, правильно? Да. А так доходит и до полутора месяцев. Если вы не знаете всю процедуру, есть некие помощники, которые с вас хотят взять баснословное количество денег и ровным счетом делают только половину того, чего обещают. А баснословное количество это сколько? От 150 тысяч рублей. За оформление всех документов? Да, за оформление всех. Они говорят, что мы сделаем это за день, за два, но это невозможно сделать, потому что у каждой процедуры есть свой регламент по документам. Слушай, а касательно того, что покупка через Казах идет, вот например, у вас какой-то уже свой Казах проверенный, в котором вы не сомневаетесь? У нас их есть несколько. Да, мы в них не сомневаемся, потому что мы через них покупали. Есть люди, которые сами хотят поехать в Казахстан и купить. С чем они столкнутся? Во-первых, первый момент, как они привезут туда такое количество денег? Больше 10 тысяч долларов нельзя. Что вы купите за 10 тысяч долларов? Какой автомобиль? Ничего не купите. Ничего не купите. У нас там банковская система, все взаимодействовано. Потом, у нас есть, для нас есть автомобили в наличии официальных дилеров в Казахстане, потому что мы их заказываем заранее, ждем по два, по три месяца. Если, Дмитрий, поедешь сам покупать эту машину, приедешь к официальному дилеру в Казахстан, тебе скажут, что на данный момент этого автомобиля нет в наличии. Он стоит в шоу-руме, но в наличии его нет. Если даже он оказался в наличии по каким-то причинам, вам нужно найти Казаха, которому вы отдадите всю сумму за автомобиль, на него выпишут договор купли-продажи и после того, как вы все документы оформите, он вам пожмет руку и скажет, всем спасибо, все свободны. Скажет, вот это, ребята, скажете, спасибо, лох. Вот смех смехом, как бы такой нехороший, но такие ситуации есть, реально же, да? Я сам встречал, что люди писали, что покупали машины, им просто Казах, говорю, я ничего не знаю, моя машина и все, до свидания. Бывает такое. Потом, а если у вас с Казахами все сложилось хорошо, вам надо найти транспортную компанию, которую вам доставят в Москву или в ваш регион. Это тоже, как бы, время. Обязательно надо страховать автомобили, которые в дороге, потому что бывает такое, что вот ко мне приезжал автомобиль с поврежденным лобовым стеклом, но это не так страшно, но, тем не менее, это 300 тысяч рублей. Сейчас нормально. Ну, нормально, не так страшно, 300 тысяч. Хорошо, да. Опять же, такие сроки. Сертифицированная компания, лицензированная транспортная, тоже вопрос, да, сколько она будет ехать. Они обещают за 5 дней, допустим, доставить машину. Машина может ехать и 18 дней, и 20, и при этом с вами перевозчик не выходит на связь. И вы все это время нервничаете. Куда эта машина приедет, тоже неизвестно. Говорят, одно место дислокации приезжает совершенно в другое. Приехала к вам машина, дальше. Вы ее приняли, если без повреждения, все хорошо. И дальше у вас начинается месяц по поиску документов. Где, какие, вы с самого начала начинаете действовать, да. Выяснять информацию, куда вам обратиться первично с документами. Что нужно для этого сделать. И плюс ко всему, сейчас большие очереди в лабораториях, чтобы показать автомобиль свой. Вы можете записаться в очереди, простоять недели 3, чтобы просто показать машину. А, соответственно, 3 недели вы простояли в очереди, и от этого момента вы можете еще месяц отсчитать, чтобы у вас все документы были в наличии. Друзья, здесь подводим такой краткий итог. Это вот реалии того, как происходит покупка автомобилей за границей. Никто вас ни о чем не отговаривает. Хотите, пожалуйста, частников полно, который сам поехал, купил. Удается у него собрать вот такую кипу документов? Ну, дай бог. Вы, если захотите где-то купить, мало ли, да, вы имеете в виду, что вот это вот по-правильному должно быть, чтобы у вас не было геморроя. Расскажи про лаборатории, какие там ситуации бывают. Поскольку лаборатория – это коммерческая организация, и там люди работают неаттестованные, в лабораториях часто допускают ошибки. Могут поменять номер двигателя с моделью двигателя, могут поменять вин-номер с номером кузова. А если это не заметить и это не знать, то впоследствии при постановке на учет могут быть проблемы. Какого рода проблемы? Это аннулируется действующий ПТС, который у вас есть. Аннулируется, как он, таможенный, таможенный приходной ордер, да. Соответственно, вам надо начинать все заново, машину ввести в лабораторию, вы ее показываете, вам переделывают то, что должно быть, и потом опять подаете данные в таможню. Это опять занимает месяц. Понятно, что это вина лаборатория, но тем не менее, вам надо внимательно проверять. Вам дают макет электронного ПТС перед тем, как его выпускать. Вы его проверяете, если вы его одобрили, значит его выпускают. Если вы его не одобрили... То есть тут, короче, получается так, что накосячили в лаборатории, прислали тебе на проверку, ты сам ни хрена ничего не увидел, подтвердил, что все ок, а потом вот такая вот проблема у тебя вылазит. Да, но здесь этот проблем может вылезти из-за того, что ты можешь не разбираться. Представь, что у тебя первый автомобиль. Для тебя что модель двигателя, что номер это одинаково. И что? Ну, человек просто этого не знал. Ну да, от незнания, конечно. Да, ему это выпустили, а потом ему надо все это переделать. Опять месяц. Короче, друзья, вот они, реалии рынка, как рынок сегодня перестраивается, как это все происходит вживую. Все то, что остается, так сказать, за кадром. Вот обратите внимание, Toyota Corolla черненькая, и это самый доступный по цене автомобиль, который есть непосредственно у вас сегодня на площадке. Да. Вот изначально, это сколько у нас? 2 литра объем? Что за комплектация? XLI. Это арабская машина. Здесь плюс этой машины, что она 2-литровая, бензиновая. Люди ее любят. Потому что из общедоступных 1,6 двигатель, а эта 2-литровая, это надежный двигатель, ресурс больше. Но как мы выяснили в общении с тобой, это получается у нас дикий неликвид в силу цены. Ребят, обратите внимание, что 2 литра, но она идет на ткани, закупочная цена под ключ 2,300. Хотели вы ее продать за 2,700, но понимаете, что просто на нее спроса нет. Так и есть. И вот в чем плюс, что как и везде, приходите торгуйтесь. Вот сейчас уже с Аней мы с вами общаемся, говорят, ну 2,500, если кто-то готов забрать, пожалуйста, пусть приходит. Короче, друзья, если что, придете сами с него выторгиваете цену, там, я не знаю, в ноль. Но в целом, как бы вообще, хоть один звонок-то был по такой машине? Приезжают, смотрят, да. Но все-таки смущает, что это арабский автомобиль. Вот люди привыкли немножко по-другому. Эти европейские автомобили, они внутри выглядят по-другому. А, то есть здесь чуть-чуть по-другому у нас интерьер, да, сделан? Немножко, да. По факту, что в эти деньги, в 2,300, можно было бы притащить, получается, 1,6 моторчик, но на коже уже прям такой жирненький. Да. Максимальная комплектация. Не размазывая кашу по тарелке, я знаю, что краткая сестра таланта, вы не любите лишнего, именно поэтому оперативно ознакомлю вас со спонсором выпуска. Ребята, все те, кто хотят купить автомобиль как новый, так и с пробегом, вот что вам нужно купить первым делом. Толщиномер от компании Корсис. Я вам про него неоднократно рассказывал. Более того, оставляю ссылочку на него в описании. Можете зайти, почитать все его характеристики. Но прибор шикарнейший. Вот серьезно. Все те, кому нужен толщиномер, даже голову себе не ломайте, смело покупайте его. Так более того, вы можете купить его еще с дополнительной скидкой. Все подробности в описании. Значит, что может? Работает, во-первых, как в жару, так и в холод. Без проблем с помощью него можно проверить любые изгибы. Здесь есть отдельная фишка у этого толщиномера. Разрабатывался изначально специально для автоподборщиков. То бишь, в моих руках профессиональный прибор, как-никак. Все, что нужно для калибровки, идет в комплекте, но прибор работает уже из коробки. Достали и пошли проверять полностью автомобиль на его лакокрасочное покрытие. Благодаря вот этому маленькому приборчику вы уже не дадите себя обмануть человеку, который говорит, не бит, не крашен. Проверяешь, ну и так далее. Корсис для каждого потенциального автомобилиста необходим при покупке автомобиля. Покупайте и пользуйтесь на здоровье. Друзья, зацените, ну вот это просто шедевр, да, с точки зрения надежности, Lexus. Лехух, Лехух. Какой год у него? 2022. Вот с Астаны приехала машинка та самая, по которой мы вам показывали документы. Какая цена вот такой тачки? 8 миллионов рублей. Вот смотри, Сань, на самом деле вопрос у многих людей сейчас сразу будет, да кто их сегодня по таким ценам покупает? Подчеркиваю, что 8 миллионов за премиальную тачку это еще не вау, как дорого. Машины тут есть и по 12, и по 15, их хорошенько разбирают. Берет народ-то вообще? У нас покупает их и народ, и покупает дилер. Продают такие же машины по 11 миллионов. То есть у вас как раз есть та самая уже история, когда дилер сидел на жопе, ничего не делал, вы притащили тачки, они стоят в наличии, они приходят к вам, покупают их на фирму, Потому что у вас юридецо есть, верно? Да. И затаскивают к себе в салон, то есть что-то копировать отсюда, поставить к официальному дилеру, не 8 миллионов, а плюс 10, и человек придет купит, потому что от официального дилера. Да? Покупают, да. И еще они сюда накрутят доп. Хотя бы понюхать, знаете, просто так вот запах новой тачки, кожи, ну, блин. Вот на самом деле, конечно же, одно время все там говорили, ой, Lexus, да что тут, салон динозавра. Помню, когда мы снимали обзор на RX 350, да там одни только позитивные комментарии, потому что люди вот на теме, кто там, ой, не такая машина, салон ему не такой, ну, ты посмотри, это песня на самом деле, надежная, нормальная тачка, кайфовать только будешь. Опять же, раньше, помню, мы снимали Lexus, он стоил что-то в районе 4300, RX 350, 4300 от официала, сейчас вот ситуация изменилась в восьмерку, но это 450, тоже имейте ввиду. Пойдемте дальше, посмотрим, что есть еще. Подходим, ребята, ознакомимся, вот это, вот честно скажу, на мой взгляд, вообще не ликвидические, ну, почему? Тачка здоровая, то есть для города некомфортная, раз, мотор здесь по-любому конь 6,4, жрет как конь, два, цены космические, но при этом, насколько я знаю, вот эти машины пипец как ценятся, их люди хотят, берут там под рыбалку, под охоту и так далее, что ты скажешь по этому поводу? Это самый совершенный пикап в мире, аналогов не существует, здесь двигатель 6,2, бензин, 711 лошадей, люди их любят, их в наличии вообще нет, это, здесь есть все, просто комфортная езда, наслаждение, он глотает все неровности, здесь куча систем, вспомогательных, которые можно вообще не задумать, и рулится этот автомобиль как легковой, это просто шикар, шедевр, посмотрите отделку салона, это невероятный автомобиль. Слушай, конечно, тачка брутальная, вот как для мужика, мне кажется, это вообще просто, ну, подарок, особенно, как, например, второй даже автомобиль, чтобы можно было там, получить от него удовольствие, боюсь спрашивать, сколько это вообще стоит? 13,5 миллионов. 13,5 миллионов, и что, как бы вообще, народ хочет его? Очень. Ну, так если, смотри, давай, друзья, по-живому, по-честному, если народ его хочет, почему он стоит здесь и еще не продан? Как долго он стоит? А документы вышли на прошлой неделе, я думаю, что его через два дня уже не будет. Реально, да? Друзья, зацените просто, Dodge, RAM, блин, ну, тачка, конечно, такая, это нужно быть Дуэн Джонсоном, Дуэн Джонсоном, чтобы можно было сесть на нем, прокатиться, так, о-о-о-о, детка, ты любишь рваные джинсы, о-о-о-о-о, ну, песня, музыка, Harman Kardon, охереть, слушай, а сколько расход у него? 25 литров, 25 литров, какого, сотого? Нет, 92-го можно, это, панорамная крыша, и, а включи зажигание, посмотри, даже в зеркале камера с оснащенниками, вон, заведи ее. ну, я понял, короче, когда мы сейчас задний крыльчат, включим, нет, даже не задний, это вот, это вот постоянно так работает. Да, нет, друзья, ну, посмотрите сами, но вопросов, да, вопросов к тачке, конечно, быть не может, ну, ни хрена себе, опять же, 13,5 миллионов, ну, я вот честно скажу, как вторая машина, вот кто ее покупает, вообще, когда люди к ним приходят за ними, что они говорят, на рыбалку буду ездить на такой тачке, или чисто вот по городу, как? Берут машину для души, эта машина не единственная, она вторая, третья, четвертая. За елкой с детьми загонять на такой тачке, блин, друзья, ну, как говорится, порадуемся, порадуемся за людей, и пойдемте посмотрим, что есть еще интересненького. Есть автомобили попроще, не такие, как Рам, кто у нас тут? Kia? Kia Sportage, в новом кузове, пятый. Давай. Что за комплектация, и сколько стоит? В комплектации GT Line, стоимость его 3 миллиона 800 тысяч, есть все в этом автомобиле, включая панорамные крыши, обзорный дисплей, все как... Это получается топовая, но двухлитровая? Двухлитровая, на полном приводе. Mazda CX-5, комплектация Active, с пакетом Neuer, стоимостью 3 миллиона 800 тысяч. Это тоже 2 литра? Это 2 литра, полный привод. Неплохо, неплохо. Слушай, вот стоит у вас здесь Subaru, друзья, вот очень часто бывало, люди спрашивают, ой, Subaru, Subaru, одно время, как бы, в этой машине у них есть своя группа людей, свои фанаты, которые хотят. Что это? Сколько стоит? Какая комплектация? Комплектация максимальная, 2,5 литра, полный привод. Все, что возможно, в этих Subaru, ездит все. Она дилерская, из Казахстана, потому что многие машины привозят из Арабских Эмиратов, мы привезли ее дилерская. Это сколько стоит? 5 миллионов рублей. 5 миллионов рублей? Ну, вообще, реально, спрос есть на Subaru? Спрос на Subaru колоссальный, их просто нет в наличии. И что, за 5 миллионов готовы покупать? Да, готовы покупать. Друзья, вот, пожалуйста, люди занимаются, мы вам рассказываем, понятное дело, что готовы покупать, это не в масштабах страны, что в каждом доме сидит человек, у которого есть 5 миллионов, он готов отдать. Сам факт того, что привез, машину забрали. Слушай, я еще обратил внимание, что у вас есть вот такая машинка, интересная, что такое? Volkswagen, вот, ребята, посмотрите. Volkswagen, это электрический автомобиль, полноприводный, 300 лошадиных сил. Она работает полностью от аккумулятора, на 650 километров хватает. Реально хватает? Хватает, реально. Да, и сейчас много очень зарядок в торговых комплексах, есть зарядки, типа заправки оснащены. Сколько она по времени заряжается? Если быстрая зарядка, за 20 минут можно полную батарею зарядить. Ну, это уже хорошо. 700 рублей за это надо заплатить. Ну, это, блин, нормально. И вот это сколько стоит? 4 миллиона 350 тысяч. Ну, опять же, учитывайте электричка, соответственно, парковка в Москве сразу бесплатная, раз, за электричество ты платишь, ну, гораздо дешевле, чем за бензин, два, налогов там, каких-то дополнительных, правильно, тоже у нее нет? Нет, и обслуживание этой автомобиля глобально, раз, 80 тысяч. Вот, то есть, как бы, с точки зрения того, что 4 300, но эта машина гораздо, размышлений. Так, палисада, Санта-Фе у нас стоит. Почем? Максимальной комплектации 4 миллиона 400 тысяч рублей. 4 400, это мотор 2,4? Это мотор 2,5, полный привод, 7-местный. Пойдемте сюда, мы ходим, гуляем по-живому, друзья, все показывают. Ну, вот, начинается чья-то мечта. Вот, батя такой, на днюху бы подарил. Юбилейный вес. 70 универсари, Pradig, полный привод, надежно, ликвидно, все, как любят в нашей стране. Почем? Двигатель, значит, 2,7, полный привод, стоимость у нас 5 миллионов 600 тысяч рублей. И в подарок каждой Toyota Prado мы дарим комплект зимней резины. Слушай, скажи мне, пожалуйста, я всегда, когда слышу Prado и 2,7, я уже вижу этот комментарий, нахрен он нужен, он никуда не едет. Вот с точки зрения вообще спроса на мотор 2,7 берут? Берут больше, чем 4-х литровый дизельный, гораздо больше. На 10 проданных машин 7 машин с двигателем 2,7. Вот, ребята, вот вам просто живая статистика. Одно дело комменты, а другое дело рынок и что в реале люди берут. 2,7 красивый для города, мне кажется, вот так за глаза. Но, конечно, мы тестили. 4-х литровый бенз, ну, земля и небо, вопросов ноль. Но и денежки там совсем другие. Саня, слушай, а вот этот вот, смотри, Прадик, этот подразвивай какой-то попроще по комплектации. Это кто у нас? Это у нас Прадо 150, дизельная версия, он тоже дилерский, 2,8, объем двигателя, 200 лошадиных сил. Цена? Цена у него 6 миллионов 100 тысяч. Офигеть. За то, что он дизельный. А, потому что дизельный. Посмотрите, ребята, микроавтобус старый, новый, такой, футуристический у него дизайн. Вот раньше никогда в жизни не обращал внимания на эти микроавтобусы, думал, да нафиг они нужны, но сегодня вообще в целом, даже как покатался, вот у друзей есть такой микроавтобус, как для семьи они его купили, очень комфортная машина, загрузился, сел, поехал с максимальным удовольствием. Но это прям большая машина. Вот я, например, передвигался на Kia Carnival, мне тоже понравилось. Действительно, места много. Вот именно для большой семьи вообще прям изумительная машина. Здесь дизайн на любителя, но по факту, по факту современный. Можно придираться, говорить, фары не такие, но это лирика. С точки зрения комфорта передвижения тачка, ну, оценка, я думаю, 5 баллов точно. Но смысл в чем? С почем? Весь смысл. 4 миллиона 400 тысяч рублей. Это какая комплектация? Это средняя комплектация, значит, 2 литра дизель, передний привод. А они с полным бывают? С полным бывают, и с панорамной крыши бывают. А с полным по чем? 6 миллионов. 6 миллионов. Вот такие цены. Короче, сейчас приходишь просто, чтобы купить тачку, друзья, вот 4-6 лямов должно быть, да, на руках, и тогда вот что-то плюс-минус нормальное по нынешним меркам выцепишь. То есть, такого, что там, я не знаю, с полторашкой приехать, желанием купить новую машину, ну, блин, все, сейчас вес-то стоит, сколько миллионов 600 на днях, смотрели, космос. Так, смотри, здесь у тебя дальше идут ряд машин, это с пробегом? Да. Вот, ребята, как зарождается автобизнес сегодня от частников, когда подсуетился. Еще два года назад подобные площадки выживали за счет вторички и лохотрона откровенного. Исключительно дурить, дурить, заманивать людей ценой, потому что все говорили, ну, зачем нам подобное, когда мы пойдем к официальным дилерам. Сегодня у дилеров фига, сами приезжают, закупают, это правда. Я вам просто лично подтверждаю, я сам знаю дилеров, которые закупали, например, Митсубиши в подобных местах, мы сейчас их вам еще покажем. Коммерческое помещение берут в аренду площадь под офисы, берут машины места в аренду и пошло-поехало. Привозят машины, которые знают, что ликвидные, будут пользоваться спросом. Сейчас у них в поставке идут еще автомобили, то есть постоянно идет текучка тачек, но, как правило, везут исключительно то, что можно легко продать. Документы сделал, поставил машину, а дальше публикация на досках объявлениях, плюс у них точно так же есть свой телеграм-канал, куда они выкладывают по такому же принципу, что вот есть машина, приезжайте, покупайте. Все цены, которые я озвучиваю, давайте так вот, да, там, пусть это будет реклама для ребят, приезжайте, торгуйтесь сами, потому что по ряду позиций, там, 50-100 тысяч рублей, они готовы делать скидку, может быть, вы сторгуете больше, это уже исключительно для тех, кто там захочет поехать посмотреть. Моя задача вам раскрыть просто тему, как вот из частника, который занимался вторичкой, вот потихонечку зарождается деятельность автосалона мультибренда. Ребята, смотрите, миллионов 20, наверное, у меня в руках есть, речь сейчас пойдет про вторичку, так, Илюха, держи, твое, отдаю. Вот оно, золото нации. Давай-ка мы с тобой, пока не разронил миллионы. Илья, знакомьте, человек занимается непосредственно продажей автомобилей с пробегом, но, опять же, с акцентом на то, что эти машины привезены из Европы, то бишь все, что у них есть, это привоз, привоз, привоз. Ну, потому что многие из нас точно так же относятся к немецкой машине гораздо лучше, нежели, чем к машине российской с точки зрения пробега. Подвозят, публикуют, народ скупает, подбирают еще что-то, привозят, ну, и вот так вот жизнедеятельность идет. Х5 3 литра дизель М-пакет в свежей будочке. 18-го года? Да, 18-й год. Сколько у него пробег? 80 пробега, шикарнейшая комплектация. Это М-спорт про версия или плюс? Ну, у них отдельно это считается, у них же наборные комплектации, не как у нас принято, но можно, да, посчитать его, как наша комплектация М-порт. И по чем? 5400 для народа. Будьте, да, будьте, здрасте, 5400. Audi Q8 в какой ценник? Audi Q8 в самой максимально возможной комплектации, стоит она 7 миллионов, 50 тысяч пробега, есть все возможное, что можете представить. 19-й год. Вот смотри, давай так, 7 миллионов, ты говоришь, Илюх, ну, в реале, вот я приду, скажу, все классно, но есть 6 миллионов, какой ответ будет? Отрицательно. Мягко говоря, да? Да, мягко говоря. А если скажу, есть 6 800? Я задумаюсь, на 6 900 мы, наверное, сойдемся. Короче, плюс-минус сотка, охотка, сразу можно в голове держать. На тачках с пробегом я акцент сейчас делать не буду, потому что это отдельная история. Это вот нужно приезжать, каждую машину смотреть самостоятельно, комплектация, пробег, состояние, и уже принимать решение, покупать или нет. Тут отдельная история. С новыми машинами все значительно проще. Отчасти. Зацените, японец, надежный, тачка по факту вообще 2008 года, но вот эти машины 2020 года выпуска, новые, без пробега, так самый прикол, что я встречал даже 2019 года выпуска, про эти машины мы сейчас отдельно поговорим. И они действительно реально ценятся. Вот кто-то скажет, да динозавр самый натуральный, ты посмотри просто на морду, вот она настолько такая, знаешь, уже унылая, старенькая, но их реально берут. Берут большое количество. Вот это что за комплектация? GLI комплектация, двигатель 3.8, полный привод, 7 мест. Это у нас арабская тачка. А эта тачка у нас арабская, 2020 года выпуска, как говорили. Ну, она надежная, люди их очень любят. А цена на нее 3 миллиона 400 тысяч. Вот эта конкретно? И эта, и та. 3-400. Вот, ребят, смотрите, вот очень интересный момент. Давай обсудим тему того, чем отличаются машины. Вот, например, если это арабская, то у нее нету подогрева в сидении. У нее нет подогрева в сидении, нет подогрева в зеркал. В целом, все жидкости и печки, они стандартные. Бывает такое, что урезанная версия, радиатор печки, который стоит в салоне, чуть меньше. В данном случае, радиаторы печки здесь нормальные. То есть, будет все то же самое, что если бы купили там непосредственно японскую версию с точки зрения печки хотя бы? Да. То есть, не замерзнешь? Не замерзнешь. И жидкости менять не надо, как слух идет у людей, что здесь жидкости другие. Да-да-да, я слышу, сам про это говорил, что как бы говорят, такая история. Жидкости абсолютно нормальные. А то, что два года машина стояла, но вы когда-то их приводите, не смотрите там? Поменять надо для себя, но тем не менее, жидкости, они как бы универсальные. То есть, на заводе не разделяет там, на арабский рынок идет или на российский. Жидкости льют одинаково. Это мы уже все узнавали. Ребят, вот смотрите, здесь еще какой есть нюанс. Давай поговорим про гарантию. Ну, покупая машину от вас, вы ничего не обещаете людям, что какая-то гарантия будет, что если вдруг сломается, приезжайте, вы ее будете чинить. Но, если купят люди машину у нас и будут обслуживаться в сервисе у партнеров, то мы предоставляем гарантию. Они будут ездить на ТО, каждые 15 тысяч. И если какой-то нюанс возникнет, будем его решать. Ну, давай так разберем. Какой-нибудь нюанс. Двигатель сломался. Я понимаю, он надежный, но сломался. Что вы будете засуществлять? Если люди не упустили жидкость, его не перегрели, умышленно его не убивали, не заливали туда какие-то другие технические жидкости, значит, будем менять. А вам это зачем? Ну, вы смотрите, по факту, вы можете просто спросить информацию о том, что нет гарантии, все, купил машину, пожалуйста, твоя? Ну, мы хотим, как бы, вести клиента до конца. Нам важно, чтобы он сдал потом нам машину свою вторичную. Сдал даже эту через несколько лет и купил другую. Слушай, ну, а вы во всей этой ситуации не пытались там с той же самой Митсубиши связаться, сказать, типа, ребят, давайте как-то там построим отношения, чтобы о них никто не знал. Но мы, если что, работаем, продаем ваши шашлайки 20-го года, блин. На первый взгляд, мы для них маленькие, но мы растем, покажем о себе. Оставим мятину во вселенной. Как дилеры поступают? Я знаю, что ты рассказал интересную историю, что покупают машину дилер у вас, перепродает ее, соответственно, со своей наценкой и еще обещает гарантию. Да, и получается так, что если какой-то гарантийный случай происходит у человека, он приезжает к дилеру, обращается, и действительно, это гарантийный случай. Дилер отвечает следующим образом. А за деньги запчасти есть, чтобы устранить дефект? По гарантии запчастей нет, ждите. Вот это вот кайф, просто кайф. За деньги есть? Бесплатно ждите. А ждать сколько там? 12 лет. Вот полугода. 12 лет ждать. Вот добавь еще информацию с точки зрения документов. Просто это же важно на самом деле, что просто бывают площадки, ты говоришь, где нет вот этой типы документов. Ты приезжаешь, и тебе что дают? Нам дают просто первичные документы, что договор купли-продажи и инвойс. И дальше люди идут сами, собирают весь остальной пакет документов. В данном случае на арабский автомобиль надо делать СБКТС. Это тоже лаборатория. Сертификат безопасности. Помимо СБКТС, они потом делают электронный ПТС и таможню. Пока это все не сделаешь, на учет? На учет, соответственно, не поставишь. Надо, чтобы все четко было. Короче, свой геморрой. Свой геморрой. Он по времени это месяц. Не меньше. Друзья, подходим. Арабские прадики. Вот обратите внимание, до этого в кадре были европейские, а вот это арабские. Сань, расскажи кратко сразу, чем они отличаются по внешнему виду? По внешнему виду они отличаются вот этим вот хромом. У них на бамперах есть вот такие вот накладочки. вот, у них линзованные фары. В некоторых версиях есть фары неоригинальные, а тайваньские. Здесь надо очень смотреть внимательно, потому что вот этот хром бывает неоригинальный. Люди продают, говорят оригинальные, по факту могут быть неоригинальные. Соответственно, они работают некорректно. Это основные отличия или по салону тоже что-то есть? По салону, значит, у них тоже бывает, а есть обогрева, нет. И если обратить внимание на крышу, у них нигде нет рейлингов. Смотрите, у европейских версий в основном рейлинги, здесь рейлингов нет. Значит, что? Здесь доустановлено на этих машинах доустановлено обогрева сидений. Обогрева зеркал, здесь есть подготовка, но надо поменять сами зеркальные элементы. Печки здесь, как я и говорил, абсолютно нормальные. Для наших зим они подходят. Короче, с точки зрения доукомплектовать машину на предмет зимы, это вообще не проблема. Вообще не проблема. Есть компании, с которыми мы сотрудничаем, приедут, сделают все быстро. Вот почем? Что это за комплектация? Это специально своя комплектация у арабов. Стоимость этого автомобиля 6 миллионов в 300 тысяч. Он 7-местный. И вот эти все остальные плюс-минус так же? Да, они плюс-минус так же. Сколько вообще сейчас самый дешевый Prado, допустим, у вас есть? Минимальная цена какая? 4 миллиона 700 тысяч рублей. Это 2,7 бензин, 5-местный на тканевом салоне. Базовый, наверное? Базовый. Который на механике еще? Нет, на автомате комплектация Comfort называется. А там эти стеклоподъемники есть? Все есть. Все есть. И стеклоподъемники, и музыка есть. Все есть. Просто одно время у них была комплектация 2,7, там самая базовая на ручке, когда вообще ничего нет. Даже руль пластиковый вообще. Такая пустая машина, но тоже за космические деньги. Многих в первую очередь подкупает выгода. Сэкономить, купить выгоднее, чем везде. Вот информация специально для тех, кто лазит по различным доскам объявлений и смотрит машины с пробегом из Казахстана. Ребята, максимально нужно быть внимательным и осторожным. Хапнуть так, что вы отдадите деньги, привезете машину, а потом выяснится, что эта машина ранее находилась на территории Российской Федерации, была куплена человеком в кредит, таким образом осталась в залоге у банка, он ее продал казаху, он ее затащил к себе домой, легализовал машину у себя дома. В Казахстане она числится как максимально прозрачный автомобиль, но попадая обратно в Россию, вам говорят, ага, вот эта машина в залоге у банка ее нужно вернуть. Таких ситуаций полным-полно, и люди потом локти кусают, что нужно, ну тогда надо доплачивать еще раз. Поэтому в чудеса особо не верьте, не максимально внимательно к этому относитесь. Вот в Ютьюбе полазите, повбиваете очень много людей, которые рассказывают, что столкнулись с этой ситуацией, хотя изначально перед покупкой машину там проверяли во всех возможных инстанциях, но тем не менее, когда она твоя, и ты отдал за нее деньги, она оказалась дома, фига, машина не твоя. Друзья, вы можете воспринимать это полностью как реклама, мы оставим все контакты, ссылки, приезжайте, сами гуляйте, смотрите, щупайте машины, вы должны понимать, что дешевых тачек ну нету, откровенно. Вот, цены мы вам назвали, поэтому те, у кого такие деньги есть свободные, как говорится, без нас разберутся, что им покупать и где. Но я тебе хочу задать следующий вопрос, сколько в месяц машин сейчас продается, вообще вот за последние полгода можешь какую-то статистику привести? Средние 20 машин в месяц продается сейчас. После объявления мобилизации упал спрос или недельку, как у некоторых и потом нормально, нормально? Упал, после мобилизации вот и стал он продать где-то 20 машин в месяц, до этого была продажа у нас 2 машины в день. Новых вот таких? Да, 2 машины в день. Это 60 получается? Это 60, да. Но в целом, смотри, приходят, покупают у вас новые машины, приходят, покупают также вторичку? Приходят новые, покупают вторичку, сдают свои машины в трейд-ин, мы их оцениваем, соответственно, все прозрачно, показываем стоимость, и еще до приезда человек к нам, он звонит и говорит, у меня есть такая-то машина, за сколько оценить? Он дает свои параметры, мы его проверяем по базам и технически, так, когда он сюда приезжает, и оцениваем. Если человеку устраивает, значит, мы ее берем за счет, если не устраивает, значит, он продает сам. И, короче, смотрите, еще такой важный нюанс, что вот так выглядит автосалон, когда-то, как мы сказали в самом начале ролика, на подобных площадках существовали зачастую мошенники, в вашем случае, вот давай откровенно на камеру, если машина стоит 3400, но не получится так, что человек приехал, сказал, я вот ее видел за 3400, а там начнется, да, но кредит возьми, ну давай трейденчик нам сдай, то есть у вас такого нету? Нет, у нас такого нет, мы, если она стоит 3400, значит, она и продается за 3400, если человек сам дополнительно что-то хочет установить, мы ему и говорим, стоимость это такая, это у наших партнеров, пожалуйста, если ему ничего не надо, он и уезжает за 3400, а если у него получится торговаться, значит, и дешевле уедет. А еще вопрос, как в основном люди покупают машины, это наличка, или там трейден плюс наличка, или же все-таки кредиты берут? В основном покупают наличка и трейден, кредиты очень редко, кредиты я не советую брать, но тем не менее, кому жизненно необходимо, берут кредиты. Ну вот такой тогда вопрос, если кредит, например, через вас будут брать, то вы как, вы вот эти вот страховки жизни впихиваете, или как? А я кредит, у нас партнерские отношения с кредитными брокерами, поэтому я от этого далек, но тем не менее, я же предупреждаю, берите лучше наличные, если есть возможность. Вот, ребята, вот здесь зафиксируем все, что как бы нету денег, как говорится, не накопил, значит, тебе машина не нужна, а если хочешь, то иди, бери потреб, приходи с наличкой, чтобы лишних вопросов не было. В заключение, вот твое мнение вообще, машины в России, это придет в то время, когда это будет дефицит, или все-таки пока они есть в мире, у нас все будет, вот с точки зрения организации, продаж. Пока есть в мире машины, хоть где-то на заводе они выпускаются, они в России будут обязательно, любыми путями их доставить, не мы, так другие. А еще напомни, вот эту историю про Камри, ты говоришь, вот как нас дурит-то народ, в том числе казахов наших соседей, вот у них Камри стоят там, пачкали. В Казахстане Камри стоят на площадке, в большом количестве, 20-го года, 21-го, 22-го, их просто не продают, создают искусственный ажиотаж. И соответственно, вы эти тачки сейчас тоже будете выдирать, и сюда? Пока доступа к ним вообще никакого нет. То есть как бы в режиме ожидания. В режиме ожидания. И так делает сам производитель непосредственно, правильно? То есть представитель. Представитель. Они их и дилерам не дают. Вообще, вот так вот, друзья, видите, как нам рассказывают, то нет машин, то оказывается всего есть. Короче, обязательно подписывайтесь на канал, потому что вот она, я вам рассказываю информацию каждый месяц, что происходит на рынке. Мы пришли по-живому, и вот Саша, человек, который работает, за эти рабочие места, вы это все выкупаете за свой счет же, правильно? Конечно. То есть у вас какие-то инвесторы что ли есть? Есть инвесторы. То есть привозят машины, и вы уже как акцент, мы говорим о том, что вот она в наличии стоит, и пришел, купил, потому что, ну, многие там не хотят ждать, кто-то хочет прийти пощупать, увидеть вживую сначала, потом покупать. Поэтому делайте выводы, тачки есть, денег нет. Трехсоточка с пробегом, но ценник 10300, как вам такое? Новые там по 13, говорят, торгуются. Ребят, мы подходим к финальному завершению, вот, пожалуйста, вам живая картина. Сначала работал один, на сегодняшний день у Сани уже 10 человек в стаде. Вот так вот постепенно развиваются, пользуясь ситуацией, то, что одни дилеры закрываются, у народа есть потребность, люди ее закрывают. Вы услышали прекрасно, что пока в мире есть машины, у нас они тоже в России будут. Уже сейчас вот слышу такие, между собой они такие разговаривают, надо площадку побольше брать, скрытым паркингом, машин на 70, до чего 7 сразу 100, то есть планы на будущее есть. Я уверен, что будут интересные комментарии от вас, обязательно пишите, чтобы мы, например, в дальнейшем, через какое-то время, могли снять, к примеру, вторую серию и дополнительно раскрыть. Потому что тема тачек, ну, многим интересна, не вообще даже кажется, что вот так вот пройтись по площадочке, поснимать машины, какая комплектация, что, сколько стоит, ну, вообще в целом интересно посмотреть. Но нужно делать так, чтобы, например, от полтора и пошел выше, ну, ниже, чем полтора не существует сегодня машин, если только эта машина с пробегом. Новые машины, сами прекрасно знаете, все улетело в космос. Гранты, Нивы, это вот до миллиона купить можно. Короче, жду ваше мнение в комментарии, подписывайтесь на канал, все полезные ссылки, контакты, все, что нужно вам знать, ждет вас в описании. Дальше будет больше новых сюжетов. До новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok